Чизбол не для взрослых. Московский клуб Каиса сыграл против казанских школьников. В январе жаркое время, ведь это пора страшного словосочетания зимняя сессия. Организаторы Чизбола возлагают серьезные надежды на молодое поколение, которое совсем скоро будет развивать и продвигать этот новый вид спорта, созданный в Татарстане. На этот раз ход конем принадлежал не опытным шахматистам, а казанским и московским школьникам. Как прошел первый детский турнир по Чизболу, ты увидишь в нашем следующем сюжете. В стенах Инженерного института Казанского федерального университета в очередной раз успешно объединили шахматы и активный отдых. Здесь состоялся турнир по Чизболу среди юных игроков. Кстати, университет стал площадкой для турнира по Чизболу не случайно. Стоит отметить, что именно Казанский федеральный является одним из основных проводников в свет этого молодого и довольно зрелищного вида спорта. В принципе, Чизболу – это, как говорится, детище Республики Татарстан, и у нас федерация есть, и мы, соответственно, университет является одним из проводников этой игры. А почему задействованы именно Инженерный институт? Потому что мы здесь рассматриваем и вообще инженерное образование, потому что мы здесь рассматриваем это как командная игра. На этот раз в турнире приняли участие не студенты и даже неопытные шахматисты. Зрелищную игру разыграли команды Казанской шахматной школы имени Нижмеддинова и Московского интеллектуально-спортивного центра КАИСа. Теперь можно не сомневаться, Чизбол действительно продолжает набирать популярность не только в Татарстане, но и за пределами республики. Действительно, мы третий год уже проводим умные каникулы в Татарстане. Мы выезжаем с ребятами, которые занимаются шахматами. И не обязательно это ребята, которые будут шахматами заниматься как видом спорта, а именно как инструментом личностного развития, который развивает ребенка гармонично. Во время умных каникул участников ожидала действительно нелегкая борьба. Как известно, правила игры в Чизболт значительно отличаются от классических шахмат. В партии на доске одновременно участвовали две команды по восемь игроков. Каждый игрок отвечает за свою вертикаль. Разговоры и подсказки запрещены. Довольно строгие правила не пугают юных гроссмейстеров. Я начала заниматься в четыре года. Я считаю, что я прошла в такое нормальное время, потому что иначе ты как-то не очень будешь играть, сильно можешь не очень начать. А так, если начинаешь с четырех лет, сначала ты не играешь, не дается коэффициент, ты просто занимаешься. А потом ты идешь на турнир и пытаешься выиграть. Я начала заниматься шахматами с пяти лет, и когда меня впервые привели в шахматную школу, это мне очень понравилось. Я знаю, что если хочешь сделать ход, надо нажать специальную кнопку и сделать ход, который ты хочешь, на своей вертикали. Данный турнир стал первым за небольшую историю чизбола, на котором состязались школьники из разных городов. Как отметили организаторы, детский чизбол, скорее всего, еще неоднократно вернется и, несомненно, укрепит деловые и дружеские связи между городами России. Аделя Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. Представьте, в устройстве, которое поместится в вашем кармане, вы сможете хранить миллион любимых фильмов и огромное количество книг со всего мира. В КФУ нашли способ записывать до миллиона гигабайт информации на квадратном дециметре. Смотри подробности в нашем сюжете. В век стремительного развития информационных технологий растет и потребность в емких носителях с большим объемом памяти. Сегодня ученые всего мира ищут новые способы записи и хранения информации. Первые информационные носители появились еще в начале 19 века. Ими были перфокарты. С тех пор изобретено множество различных способов записи и хранения данных. Новым этапом эволюции информационных носителей может стать разработка казанских ученых. Здесь, в лаборатории квантовой оптики, нанофотоники, оптической спектроскопии КФУ разработали инновационный принцип записи информации, который позволит хранить колоссальные объемы данных на небольших устройствах. Мы предложили новый способ чтения оптической информации, используя комбинационное рассеяние света. Он подразумевает увеличение плотности записи информации. Это связано с тем, что мы используем впервые локализованный свет. До этого обычно используют двухфотонное футеросцентное поглощение. Мы в наших исследованиях предложили использовать сжатый свет с помощью оптической нано-антенны, где размер пространства масштаба составляет примерно 10 нанометров. Аспиранты и магистранты КФУ работали над проектом совместно с коллегами из Гарвардского университета и Королевского колледжа Лондона. Теперь, когда исследователи получили фундаментальную разработку, на ее основе планируется создать прототип изделия. И если испытания нового устройства пройдут успешно, оно произведет революцию в мире информационных технологий. Представьте, что в устройстве, которое поместится в вашем кармане, вы сможете хранить миллион любимых фильмов. Если же вы предпочитаете литературу, то на трех таких носителях поместятся все книги, крупнейшие в мире библиотеки Конгресса США. Сегодня дата-центры IT-компании занимают огромной площади. Новые, более вместительные и вместе с тем компактные носители позволят значительно уменьшить хранилище информации. Если мы предлагаем способ, который потенциально может увеличить объем информации не в два, не в три раза, а в десять в шестой, конечно, это вызывает интерес и, конечно, люди будут думать о том, как это реализовать. Потому что сейчас одно дело сделать на установке этот эффект, и другое дело этот эффект повторить, скажем, в каком-то миниатюрном изделии, что сегодня крайне сложно, хотя бы потому, что современная память не должна содержать каких-либо движущих частей. Она должна быть миниатюрной, экономной, дешевой и технологичной. Главный параметр, определяющий емкость информационного носителя, это плотность записи. Если современный жесткий диск записывает примерно 1500 гигабайт информации на одном квадратном дециметре, то в КФУ нашли способ записывать до миллиона гигабайт информации на квадратном дециметре. Разница потрясает воображение. Разработчики пока не загадывают, сколько времени потребуется на производство первого прототипа устройства. Впереди еще много дорогостоящих исследований. Однако многообещающая ноу-хау, разработанная в небольшой лаборатории Казанского университета, уже привлекает внимание ученых по всему миру. Что ни минута, то свежие новости. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня, ты узнаешь в нашей традиционной рубрике WebNews. Путин стал героем видеоигры студия Дагестан Технологи, автор нашумевшей BloodBuff Кавказ, в ближайшее время выпустит игру Reptilians Must Die, в которой российский лидер сразится с захватчиками. Президент Республики Татарстан ознакомился с ходом работ на зооботсадом река Замбези. Рустам Миниханов изучил ход строительных работ нескольких крупных объектов. В частности, президент посетил международный выставочный комплекс «Казань-Экспо», жилой комплекс М-14 и новый зооботсад. Куда пропадает зимнее настроение и как найти пропажу? О том, как справиться с приступом сезонной депрессии, рассказали психологи университета. Как отмечают психологи, важно подготовить себя к зимнему периоду. Здесь имеется в виду морально-психологическая подготовка. Если вы знаете, что в этот период вам свойственны меланхолия и уныние, то можете заранее начать настраивать себя на то, что «да, это со мной будет. Я могу что-то сделать, чтобы этого избежать». Знакомство с Казанским федеральным университетом, увлекательные прогулки по Казани, насыщенные мероприятиями дни и интенсивный курс изучения английского. Так, кратко можно описать лагерь для старшеклассников «Дискавери КФУ», организованным департаментом пресс-службы и информации КФУ при поддержке Института международных отношений, истории востоковедения и IT-лицея. Идея организации лагеря была предложена ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым. В новогодние праздники Татарстан посетили 110 тысяч туристов. За аналогичный период 2016 года туристический поток составил 130 тысяч человек. Новосибирцы оказались самыми оптимистичными жителями России. Жители Новосибирска признаны самыми уверенными в будущем своих потомков. В Китае решили пока не выдавать лицензию на Pokemon Go и аналогичные игры. Регулятор пришел к выводу, что игра угрожает географической информационной безопасности, безопасности транспортной и личной безопасности граждан. В социальной сети появилась видеозапись, на которой участник шоу КВН-4 Татарина Константин Бутузов спародировал новогоднее поздравление главы Республики Татарстан Кустама Миниханова. Мюзикл La La Land стал 11-кратным номинантом BAFTA. Исполнители главных ролей кинопремьера американка Эмма Стоу и канадист Райан Госли в числе претендентов на звание лучших актеров премии. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Эти слова старой песенки, наверное, как нельзя лучше рассказывают об особенностях студенческой жизни, о том, какая-то жизнь веселая, знают все. А вот что насчет сессии, действительно ли она так страшна, как ее описывают, и как же все-таки готовиться к ней, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. Наступил январь, и это означает только одно. Наступила и зимняя сессия. Для кого-то это вполне привычное дело. А кто-то ощутит на себе впервые этот невесомый порой страх и горечь сожалений о том, почему же раньше не начал учить. Как известно, все уважающие себя студенты готовятся к сдаче экзаменов в последнюю ночь. Перед этим, проводя полтора часа возле открытой форточки, неистово зазывая халяву. Начинаем из головы штурм, каждый организовывает по-своему. Кто-то старательно пишет шпоры, полагая, что попутно в голове останется весь материал курса. Кто-то ищет друга, который завтра с утра согласится посидеть на телефоне и помочь сдать экзамен благодаря современным средствам связи. Ну а кто-то, проклиная себя, что не спохватился раньше, старательно зубрит. Так как же все-таки готовиться к этому страшному моменту в жизни каждого студента? На мой взгляд, надо начинать, конечно, заранее. Нужно начинать готовиться с 1 сентября уже, посещать все пары, записывать все лекции, активно отвечать. И тогда, я думаю, на экзаменах уже не будет проблем, и вопрос подготовки не будет стоять так остро. Расскажу на своем примере то, что я готовлюсь к сессии за день до ее сдачи. Главное это крикнуть халяву, ибо если бы я халяву не кричал, я бы сейчас на 4 курсе здесь бы и не был. Всегда верить в халяву, но всегда приходят друзья. Главная студенческая примета гласит, если при входе в аудиторию тебя просят вытащить билет, то, скорее всего, ты на экзамене. Самая лучшая примета успешной его сдачи – это усердное грызение гранита науки в течение семестра. Стоит отметить, что с экзаменами связано много сомнительных поверьей, которые иначе, как языческие, охарактеризовать нельзя. Раньше я на сессию ходил практически в одном и том же наряде. Не, ну, естественно, стирал бы, не подумайте. Само собой халяву поорать, там, в полночь в общаге. Там столько крика стоит. Но все равно главное крикнуть. Если не крикнешь, то не сдашь. Сто процентов. Приметы были не мыть голову перед экзаменом накануне, класть монетку пятирублевую под пятку. Это в школе еще было. В университете как-то мы не баловались приметами на самом деле, потому что мы знали, что они уже нам не помогут. Но самое главное – помните, что сессия завершается, как правило, к Татьяниному дню. 25 января – это один из официальных государственных праздников – День российского студенчества. Сделайте себе подарок к этому дню, сдайте экзамены и зачеты без хвостов, чтоб ничто не омрачало вашей радости. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. С тобой был Универ Ньюз. Будь в теме и держись поблизости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА